Кабарне Савиньон, Мерло. Классика французского Бордо, но это не Бордо, а холмы Краснодарского края под палящим южным солнцем. Именно здесь возрождается российское виноделие весьма успешно. Предгорье Кавказа пропитано тысячелетним ароматом вина еще со времен Древней Греции. Все условия для виноделия. Первая лоза конкретно на этих холмах завязалась лишь 7 лет назад. А в музее юного шале уже десяток международных наград за благородные сухие шедевры. Чтобы получить хорошее качество, иметь хороший букет, нагрузка на куст не может превышать полутора килограмм. На земле у нас есть гроздья винограда. Мы срезаем лишний виноград, чтобы тот виноград, который остался на кусту, дал нам максимальное качество. А лишний уходит в удобрение, естественно. Да. Сколько длится отжим такими-то темпами? Пять часов. Вот так из одного килограмма ягод выжимают ровно бутылочку вина. Свежесобранные грозди за час доезжают до винодельни. Мыть не принято. Сразу под пресс. Остаются даже косточки внутри. И кожица. С кожицей в первую очередь выходят танины и то, что мы не хотим, чтобы из них выходило. После прессования винограда мы получаем несколько фракций сусла. Первую фракцию мы называем кюве. Кюве – это самая лучшая фракция. Он свежевыжатый виноградный сок. Ну да. Оно забирается, как правило, на первых 30-40 минут. А все остальное – это дополнительный объем, либо это прессовые фракции. Именно так происходит разделение общего сусла на ценовые категории вин. Энолог поминутно пробует, что льется, чтобы успеть поменять емкость, как только почувствует более дешевый привкус. Чем больше давление, тем хуже качество сока. Терпкость появляется, также аромат зелени. А, да, кстати, она чувствуется даже дилетантом. Натуральное брожение, никакой пастеризации. Выдержка происходит в дубовых бочках за 1000 евро каждая. Древесина дуба, как специя для вина, приправляет сладкими пряными танинами, создает богатую текстуру. Вот это образец лучшего в стране вина урожая 2013 года. Ассамбляж. Здесь примерно 10 сортов винограда смешано. Господи, как жаль, что по нашему законодательству я не имею права сейчас его попробовать. Трепетный подход дарит нам отличное местное вино. Неприятный осадок оставляет лишь себестоимость бутылки – 300 рублей. И виноград, как у всех, без национальной изюминки. В 90-е годы было потеряно. Сейчас приходится по крупицам собирать сорта. А вообще хороший наш виноград российский? Может он конкурировать с международными сортами? Более чем. И красностоп, и гранатовый. Если мы сумеем возродить в масштабе свой виноград, мы сможем однажды гордиться именно российским вином из российского винограда. Сам мне на 100% уверен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова